1 ноября на заседании ученого совета были рассмотрены вопросы об итогах выполнения финансового плана за 9 месяцев 2017 года и предложения по корректировке плана на 2017 финансовый год. Рассмотрены итоги принципов формирования внебюджетного фонда ОМГТУ и фондов факультетов и институтов и порядок их расходования в 2018 году. Ученый совет утвердил план доходов и расходов по внебюджету университета на 2018 год. С докладом по данным вопросам выступила начальник планового финансового отдела Лариса Кликушина. Целый ряд мероприятий, конференций, круглых столов, открытий новых базовых кафедр и научно-учебных центров, кануны дни юбилея прошли в рамках Евразийского технологического форума. 14-16 ноября в стенах университета прошла 11-я международная научно-техническая конференция «Динамика систем, механизмов и машин». 15-16 ноября в рамках юбилейных мероприятий прошла выставка разработок студенческих конструкторских бюро и научно-исследовательских лабораторий опорных вузов России. Прошли пленарные заседания и круглые столы с участием представителей министерств, ведомств, а также руководителей опорных университетов. Состоялось открытие научно-образовательного ресурсного центра «Ангара» по подготовке высоко квалифицированных инженерных кадров, а также базовой кафедры Энергетического института. В это же время на базе университета прошли партнерские мероприятия с фирмой 1С. В форуме докладов и квестов 17-18 ноября в университете прошла международная научная конференция «Инфофиз-2017». В рамках технологического форума прошел межрегиональный обучающий семинар «Новые возможности формирования электронной информационно-образовательной среды региона» с проведением тематической сессии «Противодействие академическому плагиату в условиях глобальной информатизации». 17 ноября в зале заседания ученого совета прошло заседание Омской ассоциации промышленников и предпринимателей по вопросу подготовки кадров для предприятий ОПК, на котором с докладом выступил ректор ОМГТУ Анатолий Косых. В юбилейные дни ноября прошло много общественно-культурных мероприятий. 27 ноября в университете прошла торжественная акция извлечения и скрытия капсулы времени «Отправленная потомкам студентами далекого 1967 года». Излеченной из ниши в стене университета, капсула была перенесена и вскрыта в зале заседания ученого совета в присутствии большого числа студентов прошлых лет и тех, кто сегодня грызет гранит науки в стенах вуза. С посланием из 60-х можно ознакомиться на выставке в медиа-центре ОМГТУ. 16 ноября свои творческие подарки и поздравления университету дарили коллективы факультетов и институтов. 22 ноября отличную концертную программу подарил любимому вузу Объединенный студенческий совет общежитий ОМГТУ. 23 ноября на сцене актового зала в честь юбиляра выступили творческие коллективы студенческого клуба. 28 ноября в концертном зале филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине образования Омского государственного технического университета. На юбилей прибыли студенты, преподаватели, выпускники, ветераны политеха, руководство вуза. Зрительный зал филармонии был полон. Светомузыкальное шоу стало красочным прологом юбилейного мероприятия, в котором приняли участие первые лица области и города, промышленных предприятий, высших учебных заведений, школ, гимназий, лицеев города. Прошли церемонии вручения почетной грамоты благодарственных писем от Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации, областных и городских структур, а также церемония вручения медалей за вклад в развитие ОМГТУ. Юбиляр получил многочисленные подарки от гостей праздника, партнеров Технического университета. Сегодняшние студенты вручили ветеранам политеха букеты цветов, артисты подарили всем прекрасное настроение. С юбилеем, политех! Субтитры создавал DimaTorzok